трансляция запускается но возможно это уже попадет я скажу так ну трансляция вроде запустилась мы вышли в эфир друзья всем привет мы рады приветствовать вас на нашем бесплатном тревогенном интенсиве который называется one key funnels если просто one key это сокращенное название тысячи по на американском сленге и а funnels означает воронки мы сегодня будем говорить про то как создавать эффективные авторонки продаж прежде всего для онлайн-школы b2b потому что у нас саша это близкая тема у нас будет много кейсов сегодня по этим двум нишам и будем говорить о том как собственно можно зарабатывать на этом навыке на навыке создания автоворонок от 1000 долларов там с одного клиента или 1000 долларов в месяц как каждому из вас будет комфортно это для себя предположить вначале наверное мы немножко вас поприветствуем я скажу так что у нас подготовка к этому интенсиву уже полтора месяца идет мы уже пять раз отшлифовали презентацию и уверены что сейчас она готова потому чтобы вам ее показать мы надеемся что получится классный классно мы с вами пройдем время вам понравится вы получите практическую пользу и уйдете с этого интенсива с какими-то новыми инсайтами с каким-то новым планом который может резко изменить вашу текущую профессиональную деятельность саша что хочешь добавить друзья всех приветствую я наверное еще просто не появлялся мы сегодня ведем вебинар вдвоем в качестве главного спикера у нас василий кокин я буду ему помогать я буду его дополнять у нас такое мероприятие мероприятие на двоих потому что у нас накопилось достаточно разно разностороннего да и многогранного опыта в создании и в продажах услуг по созданию автоворонок которые мы собственно будем с вами делиться на в рамках нашего интенсива и я думаю что можно можно начинать все собрались все окей поэтому супер супер в общем еще раз всем респект что вы пришли к нам сегодня на первый день интенсива то что вы уже совершили какие-то шаги это точно играет вам в плюс надеюсь что каждый из вас реально сможет за эти три дня что-то для себя узнать а может быть даже успеть сделать чтобы поднять свой доход от любой фрилайнс деятельностью или того бизнеса которым вы занимаетесь мы будем целом говорить сегодня про автоворонки и все три дня но на самом деле этот вебинар будет полезен сразу нескольким категориям людей и давайте первым делом сразу мы это проговорим кто точно сегодня получит профит от участия в интенсиве сегодня и в течение ближайших трех дней во первых он будет точно полезен тем кто только присматривается к фрилансу кто хочет работать на удаленке кому близка тема инфобиза и в таборонок точно вы поймете для себя в рамках этого интенсива сразу несколько важных мыслей и вооружитесь определенными приемами если вы уже работаете на фрилансе вы занимаетесь какой-либо деятельностью пишите тексты или собираете таргетированную рекламу или готовите чат ботов уверен что тоже будет полезно особенно если вы все-таки еще не не вышли на тот уровень дохода который хотите получать может быть не до конца выбрали то направление в котором вы хотите работать у вас идет что-то со скрипом вы откладываете это знаю на на потом какие-то задачи уверен что сегодняшний вебинар и ближайшие три дня точно создадут вам какой-то и даже приток энергии и вы поймете как можно все-таки делать меньше а зарабатывать больше мы будем об этом говорить на все три дня если вы уже запускаете чат-бот автоворонки вы уже получаете какие-то результаты но при этом работаете с низким чеком у нас есть масса студентов которые берут свою работу ну до того как учится у меня 10 тысяч рублей за какого-нибудь чат-бота или автоворонку конечно это не тот средний чек с которым вы сможете хорошо зарабатывать и по ходу сегодняшнего дня мы тоже будем про это говорить если у вас уже есть какое-то агентство но у вас большинство клиентов одноразовые да то есть вы у вас есть какой-то продукт вы умеете какую-то ценность доносить но в итоге у вас реально большая часть клиентов работает с вами месяц полтора-два и потом пропадает тоже это будет масса инсайтов о том как этого избежать и мы будем делиться примерами из нашей практики я расскажу про то как у меня это работает наша расскажет про свой метод уверен что с двух сторон сможете на эту проблему взглянуть ну и конечно если вы тоже занимаетесь продюсированием как мы с сашей это тоже одно из наших направлений но результат у вас слабый значит точно это тоже сегодняшний эфир он для вас а я здесь хочу добавить вообще друзья тема вообще автоворонок она у нас сейчас набирает все больше и больше актуальность мы позже конечно проговорим конкретно о чем идет речь но на текущем этапе чтобы чтобы вы лучше понимали подходит вам это мероприятие нет ситуация следующая идет и не прекращается и ближайшее время абсолютно не прекратится бум онлайн-школы не на нет у нас перспектива в стране чтобы трафик стал вдруг более дешевым и автоворонки это та тема которая сейчас находится на очень-очень сильном тренде потому что есть например как я уже сказал да онлайн-школы которые без этих автоворонок в принципе не могут и большинство бизнесов обычных бизнесов уже присматриваются к теме автоворонок наше мероприятие но как раз будет посвящено тому чтобы погрузить вас эту тему рассказать и показать весь свой опыт который позволяет нам делать очень крутые результаты в рамках вот услуг по созданию автоворонок в рамках продюсирования и это мероприятие рассчитано как и на новичков которые вот ну мы подразумеваем что вы так иначе уже понимаете да хотя бы слова автоворонка и не слышите его впервые понимаете что-то там как-то как вообще работает интернет реклама для вас этот интенсив будет полезен и если вы сейчас уже в этой теме вам кажется что вы все знаете вы все умеете вы делаете крутые там воронки вот наш интенсив он будет больше не про техническую часть а именно про деньги именно про деньги поэтому если вы зарабатываете как среднестатистический фрилансер или тем более вы называете себя продюсером да но тем не менее у вас есть определенные проблемы с деньгами то вероятно что вы делаете что-то не так то есть вероятно вот в ваших действиях несмотря на ваши знания вы можете быть супер крутым специалистом но без денег значит где-то есть какой-то сбой и вот в рамках нашего интенсива вы сможете разобраться а в чем на самом деле причина потому что мы расскажем за счет чего у нас получается делать на хорошие результаты василий да огонь супер спасибо теперь можем идти дальше собственно у нас с вами ждет три дня у вас в рамках этого интенсива будет два домашних задания одно в конце сегодняшнего дня второе завтра и конечно мы я думаю что все ставим перед собой в рамках этого эфира одну миссию и этой миссии если вы конечно возьмете за ее выполнение будет научиться зарабатывать вот 1000 долларов в месяц на или там с одного клиента на автоворонках для онлайн-школ и для b2b то есть мы за эти три дня дадим вам определенную карту по которой проведем и объясним как этот процесс устроен какие три важные составляющие должны сойтись чтобы вы могли зарабатывать на каждом клиенте создавая для него безусловно ценность в виде денег в виде лидов или в виде прибыли в виде какого-то реального результата который он сможет пощупать и ощутить и работать с такими клиентами на долгой дистанции мы не раз по ходу этой интенсивы будем фокусироваться на том что каждому фрилансеру не нужно иметь сто клиентов или тысячу клиентов как минимум на первых этапах масштабирования которые на самом деле многих многие просто не захотят масштабироваться каких-то промышленных объем и мы будем говорить о том как можно работать с возможно меньшими трудозатратами потому что если не буду двигать вперед потому что массу мысленный счет из этого эфира вы почерпнете собственно как мы эту миссию будем с вами выполнять мы с нашими дизайнерами набросали для вас вот такую простую диаграмму которая называется шеврон в котором прописали какой у нас план сегодня мы будем говорить с вами про продукт про то что что хорошо продается что плохо продается какие вообще бывают виды продуктов какую ценность можно клиенту оказывать и как каких случаях он за эту ценность будет готов платить вам на ежемесячной основе хороший средний чек и вам не придется искать по 100 500 новых клиентов каждый месяц исходить с ума от продаж от поиска клиентов отведения соцсетей тогда завтра мы будем говорить с вами про продажи и мы поговорим про технологию продаж которую мы используем своей работе у нас пока мы готовили интенсив увидели что у нас сашей много похожих определенных технологий есть масса и отличий но уверен что как раз такой двойной взгляд тоже поможет вам разобраться а как собственно продавать на 1 высокий средний чек а как по как получать деньги на ежемесячной основе а как создавать воронки их производить вот это мы будем разбирать уже на третий день то есть рейтин будет посвящен определенным технологиям производства в любом случае я думаю что вы понимаете что за три дня все равно тяжело дать вам какой-то доскональный путь но мы не ставим перед собой на такую цель сегодняшний интенсив мы проводим по методике которую собственно английском языке называют shallow and white что переводится как мелко но глупо мелко но широко то есть мы с вами разберем вот этот процесс и каждый день немножко покажем что собственно входит как что входит хорошие продукты что должно быть технологии продаж и какие должны быть способы и методы при производстве автоворонок и главное при их докрутке до результата потому что конечно хорошая автоворонка это никогда бы придумали какую-то классную схему которая красиво выглядит а это то ну это тот продукт когда он дает реальные деньги каждый месяц и ваш клиент или бы если вы сам для себя строить эту воронку получали хотя бы прибыль один к трем и конечно об этом тоже мы будем говорить больше в третьем дне но в общем вот такой у нас план и по такой карте мы будем видеть да давайте я немного добавлю друзья не стоит искать вот прям такой большой большой красной кнопки бабло да в рамках нашего интенсива потому что и и здесь на самом деле не будет до этой кнопки мы на этом интенсиве дадим вам полностью всю стратегию она важно понимать что без ваших каких-то активных действий результат это не будет и если вы хотите получить максимум результата от этого интенсива то попытайтесь понять смысл того что мы будем говорить потому что все что мы будем говорить оно основано исключительно на нашем опыте который работает прямо здесь который работает прямо сейчас благодаря которому наши клиенты платят нам хорошие деньги за создание обороны благодаря этим же навыкам о которых мы будем сегодня рассказывать а мы берем проекты в продюсировании делаем в этих проектах хорошие результаты поэтому будьте максимально включенными интенсив у нас не просто так рассчитан именно на три дня мы каждый день этим посвятить отдельной теме сегодня у нас будет погружение где мы опишем вот ситуацию ситуацию в целом и если вам сейчас что-то непонятно то я гарантирую что в конце этого дня вам будет максимально все понятно уже второй третий мы продолжим углубляться в эту тему супер собственно еще раз подведем итоги что за три дня нам нужно будет с вами проработать продукт те из вас кто захочет поработать в практическом смысле смогут выполнить домашние задания у нас достаточно интересные красочные рабочие тетради заполнив которые вы сможете выйти с этого интенсива не просто с какими-то новыми идеями а уже с конкретным планом как вы можете собственно сами начать зарабатывать от 1 тысячи долларов на создание второго для онлайн школы b2b в своей практике при этом конечно мы будем говорить в основном про эти две большие индустрии онлайн школы и b2b но большую часть информации которые вы услышите можно применять на другие ниши на другие индустрии собственно на второй день мы во второй день мы с вами проработаем еще раз технологии продаж я немножко покажу как мы проводим допустим демо встречи какие материалы мы показываем клиентам ну и в третьей мы с вами обсудим как вы можете вообще управлять процессом запуска автоворонки это тоже определенная наука не обязательно быть специалистом во всех областях уметь настраивать трафик писать тексты готовить схемы что-то красиво рисовать можно уметь управлять этим процессом и иметь достойную команду которая может за вас большую часть задач выполнять поэтому в третий день поговорим еще и про команду и про то как вообще можно выстраивать процесс производства так чтобы он не превращался для вас какой-то адский управленческий ад когда вы гасите пожары каждый день перед стартом коротко еще раз интенсив рассчитан на три дня каждый день посвящен отдельной теме саша правильно сказал что надеемся что проактивная часть из вас будет выполнять домашние задания присылать нам отзывы о каждом не в нашем телеграм-чате это проактивность не пройдет даром уверен что те кто будет так делать получат максимальный эффект а в первый второй день мы дадим небольшие домашние задания накопления которых у вас уйдет по полчаса максимум по часу запись этого интенсива будет но на специальных условиях о каких условиях найдет речь мы расскажем на третьем дне нашего интенсива ну и конечно на третий день у вас уже появится некая дорожная карта некий план действий по которому вы сможете идти дальше либо самостоятельно либо можете воспользоваться нашим сервисным офером который упростит ваш путь к вот этой цели к профессии с помощью которой или не профессии а предпринимательской деятельности которая обеспечит вас хорошим заработком на автоворонках который не обязательно покупать но конечно он кому-то упростит путь как мы будем работать с вами на интенсиве собственно сейчас вы смотрите запись мы автоворонщики мы вебинар в том числе делаем по своему режиме поэтому вы посмотрите его уже в записи но у нас работа на интенсиве будет идти вживую в том плане что у нас есть телеграм-чат в котором вы я надеюсь уже при просмотре этого видео находитесь если нет то обязательно посмотрите инструкции подпишитесь на этот телеграм-чат в нем вы можете прислать свои домашние задания можете задать вопросы по выполнению домашних заданий по каким-то техническим вопросам или получать от нас обратную связь по тем заданиям которые вы будете выполнять если мы собственно даем задание в рамках этого вебинара что-то писать в чате все равно пишите несмотря на то что вы смотрите его в записи если у вас есть окно вы можете задать вопросы либо у нас будут какие-то для вас при на задание и нам нужно чтобы нам какую-то реакцию прислали в чат ну и конечно если будет много вопросов то мы после трех дней нашего интенсива проведем еще отдельно закрытый зум на котором мы сможем пообщаться с вами познакомиться ответить на какие-то вопросы то есть провести встречу такую формате вопрос ответ на чтобы еще больше ценности вы могли получить после этого мероприятия а я здесь добавлю относительно записи сейчас возможно у кого-то возник шок шок ярость гнев как так почему она не живая но друзья давайте давайте так мероприятие на котором вы сейчас находитесь она проходит в живую прямо сейчас вместе с вами его также проходят другие люди прямо сейчас вместе с вами наша команда помогает нам в чате на и отвечает на ваши вопросы они полностью компетентны отвечать на все вопросы по интенсиву интенсив это не любой онлайн мероприятие это не личная консультация да и надеюсь что вы приходите сюда не для того чтобы именно в онлайне задать вопрос и вам на него чтобы ответил спикер потому что ну в этом нету никакого смысла и то что этот интенсив проходит в записи мы не откликаем не отвлекаемся на какие-то на вопросы на какие-то технические возможные моменты таким образом сокращаем то время которое вы потратите на изучение на этого интенсива поэтому относитесь это не то что относитесь это живое мероприятие единственное отличие что прямо сейчас мы не сидим перед камерой да не ведем на этот интенсив но максимальная поддержка от нас и нашей команды она присутствует с вами вместе также этот интенсив проходит другие люди как я уже сказал в начале что надеюсь что вы пришли сюда не для того чтобы задать нам вопрос в чате получить ответ реал-тайм у вас будет такая возможность позже до после этого интенсива надеюсь что вы сюда пришли для того чтобы подчеркнуть для себя какие-то новые идеи потому что лишь одна идея которую вы можете получить в рамках этого интенсива на может поменять все потому что все ваши какие-то кардинальные изменения они же начинаются как раз вот просто с какой-то одной идеи когда она пришла и вы начали ее развивать поэтому я рекомендую максимально включиться в этот интенсив для того чтобы найти идеи перенять наш опыт и тем самым помочь саму себе в карьере автоворончика карьере продюсера супер спасибо последний орг момент я работаю с двух мониторов поэтому если вдруг иногда вы видите что я смотрю куда-то вверх я смотрю на второй монитор вы тоже не уделялись окей хватит прелюдии давайте уже собственно начнем сегодняшний день посвящен продуктом или возможно даже его стоило назвать продукт потому что основная идея которую мы будем транслировать по ходу сегодняшнего дня что каждому автоворонщику нужен один крутой рабочий продукт и вокруг этого продукта и строятся реальные деньги есть разные ситуации у кого-то из вас может быть уже несколько рабочих решений несколько продуктов которые вы продаете но я уверен что если вы проанализируете как бы свою цепочку продуктов у тех кого она есть вы поймете что основные деньги все равно он дает только 5 процентов из них или 10 собственно сегодня программе у нас будет несколько тем сначала мы немножко затронем еще раз тему что такое автоворонки совсем простым языком и без особого углубления в детали после этого мы вам расскажем две истории я расскажу вам свою историю свой кейс о том как я зарабатываю на автоворонках саша расскажет свой свою историю с двух сторон покажем вам какие есть варианты собственно после этого мы проговорим несколько вещей о том почему одни автоворонщики фрилансеры зарабатывать много другие мало и на на примерах на кейсах разберем топ-5 ключевых ошибок автоворонщика продюсера фрилансера который правило жирают всю прибыль и вы на этих ошибках поймете что вы одну а может быть и все из них совершаете и уже сегодня поймете что вам нужно менять технологию по которой вы работаете если вы хотите зайти с ума от того что будете работать с кучей мелких задач и по 14 15 часов в день находиться за компьютером ну и конечно мы в конце покажем несколько наших продуктов ключевых которые принесли основную прибыль как бы и мне и саше и без углубления просто расскажем вам что это за продукты какие их кейсы а завтра мы уже будем более углубленно их изучать на тоже на определенных примерах ну и в конце будет домашнее задание в котором вы сможете уже сделать первые шаги о том как вы как выбрать свой продукт как его сформулировать и найти новые возможности в том что в тех ресурсах которые у вас уже имеется на сегодняшний день сейчас если вот вы начали как-то изучать тему автоворонок продюсирования вам могут встречаться огромное количество различных вариантов пойди там изучать гид курс пойди на обучение там продюсирования пойди туда пойди сюда на самом деле да есть большое количество вариантов путей которые которые вы можете пойти и далеко не все они верные и вот главный результат сегодняшнего дня вы будете понимать вообще куда идти и что делать потому что мы будем показывать за что прямо сейчас люди платят 100 200 300 тысяч в чем суть этой услуги что конкретно надо делать и почему у одних получается у других не получается это на самом деле этот блок может звучать вот ну как-то поверхностно одни могут другие могут но на самом деле это большая работа которую мы проделали с василием до до этого интенсива во время подготовки на вот этой презентации потому что мы нашли реальные закономерности почему действительно у одних деньги есть а других нету и вы сегодня увидите что на деньги влияет не количество ваших знаний не на не то насколько вы умны или сколько технических сервисов вы знаете или сколько вы не знаю умеете делать вот разных разных вещей потому что вот кто с этим сталкивался сейчас меня прекрасно понимает вот этот эффект когда кажется нам что вот это понятно это известно я вот еще сейчас вот это изучу и вот оно попрет но вы изучаете она не прет и она идет от курса к курсу от темы к теме он кажется что еще чуть-чуть и все но сегодня вы увидите что далеко не ваши знания и ум влияют на деньги которые вы зарабатываете я больше чем верен что у нас сегодня на интенсиве присутствуют супер профи технические специалисты которые делают просто виртуозные штуки но к сожалению далеко не все хорошо зарабатывают поэтому сегодня наш день будет вот главный результат который вы получите это четкое понимание что делать как делать за что платят что делать надо что делать не надо и поймете самую вот главную причину почему фрилансеры 99 процентов из них это я больше чем уверен что это абсолютно реальная цифра зарабатывать просто среднестатистическую зарплату таксиста в москве а хотя казалось бы ты сам себе предоставлен сам все делаешь вот сегодня мы будем говорить очень много о деньгах спасибо вначале давайте немножко раскроем тему и коротко простыми словами еще раз проговорим что такое автоворонка и почему мы сегодня говорим про них простыми словами автоворонка это автоматическая система которая проводит вашего потенциального клиента от стадии кто вы такой до стадии куда платить да то есть это если простыми словами объяснять что это такое мы сашей специализируемся хотя возможно он этого и не знает хотя я уже ему об этом говорится на гибридных автоворонка термин гибридные автоворонки я ввел вместе со своим партнером володи богданом это воронки в которых мы используем три основных канала общения с клиентом это мессенджеры чат-боты которые правило дают основной результат потому что по просмотрам по читабельности если хотите это один из ключевых инструментов это email маркетинг и это sms маркетинг саша тоже использует всю эту комбинацию инструментов своих продуктах я использую своих поэтому вот тоже один из таких принципов на про какие автоворонки мы будем говорить в рамках интенсива как саша правильно сказал автоворонка востребована будет всегда и она будет с каждым годом упрощаться не упрощаться процесс ее производства если так немножко в будущее посмотреть то скорее всего появятся какие-то более улучшенные сервисы которые позволяют делать более просто интуитивно но в целом автоворонка не требует никаких знаний программирования если вы умеете работать в google документах то поверьте вы можете производить автоворонки возможно вам нужно будет собрать команду потому что производства автоворонки есть несколько разных ролей которые нужно выполнять вот но в целом это тот инструмент при правильном понимании того как запускается авторонка из чего она состоит и как ее производить при наличии каких-то пошаговых инструкций каждый кто еще даже не сталкивался с чат-вотами с автоворонками при желании может научиться это делать то есть тут не требуется каких-то глубоких знаний так конечно очень важно иметь какие-то желательно маркетинговые знания умение упаковать продукт потому что успех автоворонки на 70 процентов определяет стратегия смыслы тексты копирайтинг и только на 30 процентов качество сборки поэтому есть масса как правило саша технических специалистов которые классно умеют что-то делать но к сожалению за техническую работу за какие-то простые задачи никогда не будут платить слишком много чтобы вам хватало там на жизнь на развитие на развитие ну конечно есть разные варианты можно там для зарубежных клиентов делать и пытаться на курсе валют как-то сыграть или на платежеспособности но в целом в общем мы хотим научить вас в рамках этого интенсива пониманию что автоворонка не какой-то отдельный процесс это результат комплексный который вы даете клиенту есть есть клиенты которые не знают вас есть ленты которые покупают авторонка ведет из точки а в точку б я здесь добавлю для тех кто вообще не в теме вот максимально понятный пример что такое автоворонка это когда вы куда-то зашли получили какую-то полезность зарегистрировались на вебинар получили какую-то pdf кучек лист неважно и потом вам начинают слать письма до которые постоянно постоянно вас вам приходит вас куда-то зовут вас куда-то приглашают вам что-то продают вот это все это автоворонка то есть когда мы привлекаем клиента на какую-то условную бесплатность и потом делаем кучу разных попыток с разных сторон ему продать то есть когда вы куда-то подписались и вам постоянно постоянно что-то прилетает вы попали в автоворонку сегодня мы как раз вот специалист да по автоворонкам это как раз тот человек который все это проектирует, собирает, реализует и, самое главное, делает так, чтобы у его клиента эта воронка давала хорошие результаты, чтобы у клиента были деньги. Супер. Собственно, давайте сейчас мы с вами поговорим про два метода, как можно зарабатывать от 1000 долларов на воронках продаж. Начнем мы с моей истории, после чего Саша расскажет свою. Сейчас у вас на экране есть слайд, где коротко представлены какие-то мои достижения и результаты, я не буду сейчас их зачитывать. Простыми словами, я в автоворонках уже более 7 лет, 5-7 лет точно, с чего я начинал, я покажу на следующих слайдах, но сейчас у меня есть студия по автоворонкам, которая называется «Формула продаж». В рамках этой студии я работаю с несколькими крупными онлайн-школами, некоторые кейсы, из которых вы увидите по ходу этого интенсива. Я не стремлюсь сейчас выходить в масс-маркет и работать со сотнями клиентов, я скорее исповедую модель работы на LTV, когда у вас есть небольшой пул клиентов, комфортный вам, если вы умеете масштабироваться, если вы хотите создавать, строить команду, то, конечно, можно ставить более амбициозные цели, но даже работая с двумя-тремя клиентами, можно полмиллиона 700 тысяч рублей в месяц зарабатывать, если вы правильно подходите к этому процессу. Собственно, с чего я начинал? Начинал я с того, что в 2015 году я посетил несколько, по-моему, пару тренингов в бизнес-молодости, я тогда к этому времени занимался много продажами, более 20 лет я в продажах на самых разных уровнях, последние 7 лет я стал интересоваться маркетингом. Собственно, как только я стал интересоваться, я очень много изучал зарубежную литературу, сейчас у вас на экране есть подборка нескольких моих любимых книжек по маркетингу, которые я прочитал. Вообще, у меня в начале моей деятельности, как может быть у многих из вас, был подход, что сейчас я 20 книжек классных прочитаю, или 20 тренингов посмотрю, наберу себе лайфхаков, наберу технологий, как начну фигачить, и вот они деньги, они точно придут. В этом нет ничего плохого, стремиться получать много знаний, черпать их из разных источников, но, конечно, не в этом секрет успеха. И надеюсь, что по ходу сегодняшнего, вообще этого нашего интенсива, мы будем говорить не только про какие-то, даже не столько про лайфхаки и конкретные технологии, сколько мы будем передавать вам какой-то общий принцип мышления, который позволил нам, Саша, достичь тех результатов, которые у нас есть сейчас, собственно, в рамках нашего агентства. Ну, и, конечно, я постараюсь вам в рамках интенсива транслировать какие-то идеи, которые я беру за рубежом. Наверное, это тоже будет для многих из вас определенная ценность. Я слежу за топовыми артоворонщиками-маркетологами, практически часто перенимаю определенные технологии, адаптирую их на русский язык, и в моих кейсах вы тоже сможете с ними ознакомиться и использовать их в своей работе. Начинал я с того, что я создавал посадочные страницы, вернее, как не совсем посадочные страницы, я продавал комплекс, лендинг, плюс контекстная реклама, плюс цепочка e-mail писем. То есть это уже были первые автоворонки, по сути, безусловно, сначала это были просто лендинги, а потом я стал уже к ним дорабатывать определенные механизмы, чтобы повышать результативность тех или иных механик. Собственно, мы с командой делали и делаем неплохой контент, пишем неплохие тексты, и в целом всегда старались еще делать какую-то ставку на визуальный материал в любых проектах, в которых мы участвовали. Сейчас у вас на экране есть мой первый продукт, который, собственно, я немножко анонсировал. Стоил он тогда 90 тысяч рублей, что по тем временам было очень хорошим средним чеком. И, собственно, я продавал его первое время через собственную воронку. Я создал книжку, называлась она «20 пробоин отдела продаж». Правда, написал я ее только первую часть «7 пробоин» и уже запустил в ротацию «Лидмагнит», так ее не доделал. Но она уже давала подписчиков. Я делал посты в разных пабликах ВКонтакте. Люди переходили на посадочную страницу, оставляли свой e-mail и дальше попадали мне в базу. Я с этой базой работал, периодически проводил небольшие вебинары на 10, 15, 20 человек. И, собственно, даже они, несмотря на то, что они были небольшие, все равно 1-2 человека у меня покупали вот с таким средним чеком, иногда даже выше. Поскольку у меня большой бэкграунд в продажах, я сразу, наверное, начал со второй ступеньки и уже понял, что я не хочу продавать это дешево по определенным причинам. Собственно, пока я так работал в таком формате, был ряд проблем, с которыми я сталкивался. То есть приходилось постоянно искать новых клиентов. У меня был достаточно низкий LTV. Для тех, кто не знает, LTV – это пожизненная ценность клиента. Простыми словами, очень редко клиенты продлевали со мной контракт спустя 2-3 месяца работы. Конечно, это связано с тем, что я пробовал разные ниши. Я собирал чат-боты для B2C-услуг, для клиник, салонов красоты, различных ресторанов, делал авторонки для онлайн-школ. В общем, я находился в выборе ниши и старался работать с инструментом. У меня был инструмент авторонка и чат-боты, я пытался его адаптировать под разные ниши. И, конечно, в первое время это было интересно, но очень изматывающе, потому что приходилось каждый раз воронку проектировать с нуля. Были, конечно, и похожие кейсы, где можно было брать старые наработки, но очень часто это были абсолютно разные бизнесы, абсолютно разные продукты и абсолютно разные способы их продажи. Кто-то умеет и может продавать через вебинары, у кого-то система продаж только происходит через менеджера на телефоне, через отдел продаж, и там своя специфика. В общем, это было классное время, когда я собирал массу разных инсайтов, механик и много что тестировал, пробовал, но все равно это позволило в целом вырасти до дохода в 150-200 тысяч рублей даже при таких условиях. Но это было адски тяжелое время, потому что очень много времени уходило на работу, на создание новых технологий. Ну и, как я сказал, приходилось много искать новых клиентов. Я хороший продажник, я, в принципе, не испытывал никаких проблем с привлечением клиентов, искал их и через вакансии первое время, потом у меня появились свои подписчики, клиенты стали приходить уже и с моей подписной базы. Но в целом я каждую неделю, пару дней однозначно посвящал продажам, много звонил, ввел переговоров, общался, и, конечно, это было все очень выматывающее. И поскольку клиентов оставалось на длинной дистанции мало, большую часть приходилось искать заново, набирать новые проекты, в общем, было тяжелое время, в том плане, что просто выгорание, метание из стороны в сторону и так далее. Вот здесь вот явно подвис такой вопрос, а как можно, мне это понятно, другим непонятно, а как можно, продавая продукт за 90 тысяч, зарабатывать всего 200? Ну, потому что за 90 тысяч, двойная зарплата кого-то. Отличный вопрос, отличный вопрос, и это тоже один из инсайтов, который, собственно, я получил где-то полгода-год назад, после которого мы полностью поменяли наш подход. В первое время я, как и многие, продавал свой продукт в виде какой-то конкретной цены, то есть это был некий проект. Я для вас соберу воронку за 90 тысяч рублей. Безусловно, я сразу строил, сразу клиенту донести, что это будет работать на длинной дистанции, что нам нужно будет работать не один месяц. Но когда вы продаете какой-то проект, как правило, он имеет свойство растягиваться, и вы можете продать его за 90 тысяч сейчас, но делать его 2 или 3 месяца до следующих денег, и тогда вы с него зарабатываете 30 тысяч в месяц. Но при этом я даже первой воронки не делал руками сам, я делал определенную часть в плане маркетинга, копирайтинга, текстов, прототипов, и всегда была еще дополнительная себестоимость, которую я выплачивал отдельным сотрудникам, дизайнеру, верстальщику, кому-то еще. Поэтому, в принципе, конечно, текущая маржинальность в моей студии, я думаю, что порядка 50%, но все равно, иногда может колебаться и до 30%, но это там не 200%, это не 500%, это не 700%. Конечно, если только вы, как мы делаем сейчас, не просто продаете клиентов воронку за какой-то фикс, а вы сразу встраиваете модель, в которой вы зарабатываете от оборота. Это как раз больше будет история Саши, поскольку он работает в формате продюсера, и продюсеры всегда привязаны к прибыли, к выручке. Поэтому секрет успеха в том, чтобы вы не просто продавали какой-то проект, вы продавали, мы сейчас продаем все на ежемесячной основе. Нам каждый месяц компания платит определенную сумму и бонусы за сверхрезультат. Вот эта модель, она четко вам дает какое-то понимание, сколько денег вы зарабатываете в месяц. Окей, собственно, были определенные проблемы, и одна из мантр, которую мы будем транслировать в рамках этого вебинара, и которая хорошо изобретает этот кейс, я чувствовал, что все равно я нахожусь где-то рядом. Я уже попробовал много разных механик, у меня уже выработалось определенное нишевание, я стал больше работать с медицинскими клиниками и с онлайн-школами. Сейчас уже на 90% это онлайн-школы. И я чувствовал, что мы где-то рядом, мы сейчас соберем какой-то один мощный продукт, который изменит, условно говоря, всю нашу жизнь. И тут хорошо идет принцип Рассела Брансона, который сейчас у вас есть на экране, по-английски написано «one funnel way». То есть каждый из нас находится всего лишь в одной автоворонке вот какого-то успеха. Это, мне кажется, мотивирующая такая мантра, которая вам позволит лучше пройти этот интенсив. Собственно, что в моем случае стало тем самым большим домино, которое поменяло мою реальность и мой бизнес? Этим большим домино стал мой кейс с Екатериной Уколовой. Это, для тех, кто не знает, наверное, топ-однокомпания в нише построения отделов продаж в России и СНГ. Может кто-то со мной поспорит, но в общем это один из топовых экспертов, который продает на очень большие чеки, на очень большие объемы. И уже три года назад мы для нее сделали первую автовебинарную воронку, которая сразу в первый месяц принесла, не помню, 200-300% Роми. Ну и вот за эти три года нашей работы на ежемесячной основе уже, я думаю, что там за десятки миллионов рублей эта воронка сгенерирует прибыль для Екатерины. Ну и, конечно же, поскольку мы с ней работаем, как я вам только что говорил, по модели ретейнер, по-английски это переводится как удерживать, да, то есть на ежемесячной оплате. И, естественно, что два-три года загенерирует ей такую прибыль, и моя студия тоже определенные деньги заработала на том, что мы эту услугу ей оказываем. Для меня этот кейс стал также знаковым, потому что я поработал с командой Екатерины. Мы отвечаем в этом проекте за автоворонки, но есть же еще таргетологи, трафик-менеджеры и работа с определенными клиентами, о которых мы тоже будем говорить. Вот есть некий фильтр клиентов, с которыми однозначно вы хотите работать, которые точно дадут нам результат на короткой дистанции. Вот для меня это тоже стало таким инсайтом, что раньше я работал со всеми подряд, неважно в какой стадии находился бизнес, это был стартап или нет. Точка А, с которой ты стартуешь с автоворонкой, тоже многое решает. Конечно, это не значит, что не надо помогать стартапам или пытаться запускать автоворонки, но это для тех, кто хочет зарабатывать на автоворонках на длинной дистанции, в общем, вести определенную предпринимательскую деятельность, это важный инсайт о том, что клиентов нужно фильтровать. После того, как мы эту воронку собрали, она заработала, мы получили определенную и огласку, и Екатерина рекомендует мою студию регулярно своим клиентам, которые проходят у нее обучение. То есть я тут убил двух зайцев, вышел еще, сделал некое партнерство и работаю с ней, получая, добавляю для себя каких-то клиентов, которых она приводит ко мне. Но, собственно, для меня это стало инсайтом, потому что, ну, не инсайтом, а стало прорывным таким шагом, потому что мы получили рабочую модель определенной воронки. Это автовебинарная воронка. И мы стали фокусированы на том, что мы будем этот кейс повторять, мы будем брать другие онлайн-школы и собирать для них точно такую же воронку с определенными изменениями. Вот, собственно, как эта автоворонка выглядит издалека. Я понимаю, что на этом слайде вы ничего не разберете, вы ничего не увидите. Я пытаюсь вам показать взгляд сверху. Это техническое задание по разработке автоворонки, которое мы используем по сей день. Раз в полгода я его шлифую, правлю. Поскольку эта воронка уже работает в нескольких онлайн-школах, и у них у каждой еще по несколько курсов, то у нас есть масса информации о том, что работает в этой воронке, что нет. Мы, конечно, это тоже оптимизируем. Меняем тексты где-то, меняем объем касаний. То есть эта воронка потом может меняться у каждого клиента. Но, тем не менее, это вот такой проект, который я просто стал копировать и адаптировать под те или иные другие онлайн-школы, и в которых он тоже стал давать результат. То есть, по сути, после того, как я нашел вот эту модель воронки, я сформулировал свой продукт, я получил также дополнительную огласку пиар, если хотите. Меня стали звать на записывать курсы в Нетологию, Skillbox. Я стал легко участвовать в различных вебинарах, конференциях, писал определенное резюме спикеров, в котором указывал, какие у меня кейсы, где я работал, и тоже получил дополнительную для себя пользу. Больше подписчиков, больше клиентов. В общем, это тоже было таким знаком события, которое поменяло в целом мой подход к работе. Это повлияло на то, что я стал работать с определенными топами рынка. На меня внимание обратил Сергей Азимов и другие известные инфопредприниматели, Михаил Калмаков из ДНК бизнеса, собственно, Елизавета Бабанова, лучший год в вашей жизни, Александр Волчек, бизнес молодости. В общем, было масса проектов, масса клиентов после вот этого знакового события. Мне удалось найти определенный продукт, который я взял за основной, и я перестал работать с каждым клиентом в формате излишней клиентоориентированности, о которой мы тоже чуть позже будем говорить. Я сфокусировал свою деятельность вокруг одного мощного продукта. Сейчас у меня таких продуктов как минимум три основных, по которым мы работаем. То есть каждый год я стараюсь добавлять еще один продукт в свою линейку, потому что нужна примерно вариативность. Но, тем не менее, это стало вот таким событием, которое поменяло мой и доход, и подход к результату. И все потому, что появился такой продукт. У нас повысился оборот компании. Мы, конечно, не компания, мы не крупный бизнес, мы скорее микробизнес, но, работая с несколькими клиентами, свой миллион-полтора рублей в месяц мы стабильно получаем. Я думаю, что для многих из тех, кто смотрит, эта планка будет весьма привлекательной, и уж точно я смогу в рамках этого интенсива показать вам, как вы можете к такой же точке Б приблизиться. Саша, ты с нами. Да, я здесь. Василий, вопрос к тебе остался такой подвижный. Давай. Мне даже само устало, интересно. Вы делали до этого воронки. До этого делали воронки. Они как-то получались с переменным успехом. А почему вот у Екатерины Уколовой вот этот вот кейс, который поменял все, почему, как он появился? То есть ты собрал это из своего успешного опыта и применил как у рабочей механики? Или там был какой-то другой подход? Почему вот он так выстрелил? Супер, отличный вопрос. Интересно, что перед тем, как мы запустили вот эту успешную воронку для Кати, у нас было несколько не совсем успешных запусков по похожей модели. То есть это была уже, наверное, пятая версия моей вебинарной воронки. Предыдущие четыре разбились о скалы, условно говоря, не дав какой-то крутой результат. То есть, по сути, это, наверное, таким было эволюционным путем. Сначала была модель вебинарная, которая давала результат хорошо в начале воронки, когда люди подписывались на вебинар. Потом я нашел ту цепочку, которая повысила доходимость для вебинара. То есть это шаг за шагом эволюционно. Там за полгода, год работы над несколькими проектами превратилась вот в такую модель, которая стала давать результат. Ну и, конечно, кроме того, что сама воронка получилась неплохой. Ее часто приводили раньше в пример многие блогеры, которые пишут про интернет-маркетинг и про чат-боты. Конечно, и стартовая точка бизнеса, с которым я стал работать, именно то, что у Кати уже были большие продажи, у нее уже была аудитория, у нее уже был проверенный продукт, который не нужно было придумывать, который продавался. Я просто пришел в ее бизнес и создал для нее новый канал продаж на определенном фундаменте. У нее не было чат-ботов, она не использовала мессенджеры. У них была огромная база с e-mail контактами, по которой это были все хуже. И мы сумели в том числе и на этой базе перевести часть людей в мессенджеры и, конечно, используя инструменты платного трафика, на короткой дистанции быстро дать результат. Если бы это был кейс, где бы еще продукт не был не подтвержден, новый, который создали, если бы это был, возможно, начинающий эксперт, у которого нет ни одного подписчика, то с такой воронкой не факт, что вообще у кого-то получится такому эксперту сделать классный механизм. В общем, такие две вещи. То есть эволюционное развитие воронки плюс умение правильно находить клиентов и понимать, с кем стоит работать и кто даст максимальный результат. Да, у нас сидят наверняка коллеги, кто занимается уже воронками или продюсированием. Они поймут то, что я сейчас скажу, а кто еще не занимается. Это ключевая идея, которую нужно вынести из кейса Екатерины Уколовой, что, друзья, вы можете делать крутые, хорошие воронки, но результат в том числе зависит и от продукта, который продает ваш клиент. К сожалению, если клиент к вам приходит с продуктом, который достаточно посредственный, никому не нужен, никому не интересен, сложно сделать какой-то результат. И поэтому это ключевое, что, конечно, ваш условно успех, он в том числе зависит от клиента, с которым вы работаете. Поэтому не имеет смысла брать в работу клиентов, каких попало. Мы об этом тоже будем, конечно же, говорить. И второе, то, что вот я прям проследил, не факт, что многие заметили, когда вы делаете какой-то успешный кейс в одной нише, то вы очень легко можете его масштабировать на другие. Потому что Екатерина Уколова потом пришел Сергей Зимов. У него тоже тема продаж, но она немножко другая. То есть он не строит, а делает продаж, он больше про скрипты. И появился там Александр Волчек, который тоже так или иначе связан с Сергеем Азимовым, потому что они в свое время оба там… Ну, Сергей Зимов, наверное, не работал в бизнес-молодости, а Волчек-то точно работал, и Азимов там был спикером. То есть когда вы выходите на какого-то клиента уже с именем, то у вас автоматически меняется качество ваших клиентов и количество денег, которое вы зарабатываете. И вот то, что рассказал сейчас Василий, это один из способов зарабатывать на воронках. То есть это когда у вас есть какая-то рабочая модель. То есть его агентство сейчас по факту занимается тем, что нащупана была рабочая модель, которую они масштабируют на других клиентов и продают достаточно дорого. У нас, насколько я помню, сегодня даже скриншоты запланированы расчетом прайса, сколько стоят услуги. И это один из вариантов, когда вы делаете услугу, продаете ее дорого. Как это делать, мы будем говорить сегодня, мы будем говорить об этом завтра. То есть что конкретно надо делать, чтобы купили. Это один из вариантов. Второй вариант – это мой кейс. Я делаю по факту, мы делаем то же самое. То есть я собираю также для своих клиентов воронки, только я это делаю в формате именно продюсирования. То есть я как продюсер, ко мне обращается эксперт, у него есть какая-то идея запустить какой-то курс. В большинстве случаев это эксперты уже с какими-то готовыми курсами. И они обращаются ко мне для того, чтобы я в партнерстве с ними развивал их онлайн-школу. Я делаю воронки как продюсер, я управляю командами по трафику, я управляю техподдержкой, отделом продаж. То есть это вот то, что входит в зону ответственности продюсера. Но так или иначе ключевой навык успешности продюсирования – это все-таки уметь создавать воронки, то есть такие механизмы, которые могут брать с рекламы холодных лидов, ну, холодных людей, которые ничего не знают об этом продукте, и делать его клиентами школы. В целом тоже самое, подходы немного разные. Кому-то ближе фиксом. Получил за услугу, хорошие деньги сделал, перевел на абонентку, работает. Мне ближе формат продюсирования, но и там, и там есть деньги. И я расскажу об этом подробнее, Василий, можно переключить дальше. Вот один из примеров продюсируемого проекта, который я веду – это онлайн-школа. Это не пик, так сказать, оборота, но, тем не менее, вот оно может работать как-то так, приносить такие деньги. Понятное дело, что здесь мы видим 2 миллиона за месяц. Этот скриншот делался в начале месяца, и 50-100 тысяч в день в среднем мы продаем. И деньги, которые я зарабатываю только с этого проекта как продюсер, достаточно, я бы сказал так, достаточно хорошие. Это тот пример, который абсолютно реален, и здесь нету каких-то супер-ноу-хау. То есть вы в целом можете делать абсолютно так же. Вопрос только в навыке конвертировать трафик, то есть уметь закупать его где-то и конвертировать его в продажи. Василий, можно дальше. Я не буду рассказывать историю там с самых низов, как я фрилансер, фрилансил. Но у меня была, ну, история начинается с того, что у меня агентство, у нас есть офис, у нас есть клиенты, есть команды. На тот момент мы занимались лендингами, мы занимались директом. И в целом как бы у нас все было хорошо. То есть были клиенты. Были клиенты как в рамках Екатеринбурга, достаточно известные были и федеральные бренды, как GoPro, Кровать.ru, Free, это акселератор, да, фонд развития интернет-инициатив. И мы занимались по факту классическим маркетингом. То есть у нас, почему я об этом рассказываю, потому что у нас очень много людей, которые, ну, присутствуют на этом интенсиве, так или иначе смотрят в сторону именно интернет-маркетинга, да. Там займусь таргетом, займусь сайтами, займусь этим, займусь пятым. Десятым, друзья, я проходил этот путь. И что хочу сказать, Василий, можно дальше? Вот на этом скриншоте, да, вы можете увидеть, вы можете увидеть оборот моего агентства в восемнадцатый год. Это был пик 33 миллиона оборота мы сделали. С четырнадцатого года мы начали, но здесь уже из открытых данных это не попадает. А можно сейчас назад? Я хочу показать, да, здесь момент. С четырнадцатого года я развивал агентство. В восемнадцатом году, когда агентство по факту было на пике, пике своего оборота, я принял решение выйти из этого бизнеса. То есть для кого-то кажется, может быть, сумма там 33 миллиона – это вот оборот годовой, это прям, это вообще какие-то деньги, я буду ездить там на Поршкаене, у меня все будет хорошо. Но правда заключается в том, что из этих 33 миллионов, можно переключать, из этих 33 миллионов я мог выводить себе на зарплату 150-200 тысяч рублей в месяц. Было огромное количество работы. Как сказал до этого Василий, что вот именно проектная работа, когда мы договариваемся с клиентом о чем-то, что мы сделаем вам сайт, мы сделаем рекламу, и кажется, что вот это мы сделаем все быстро, вот сейчас мы заработаем, сделали продажи, но проекты растягиваются на два месяца, на три месяца, на полгода, из-за всяких правок, из-за всяких согласований. Бывают месяцы, когда у тебя, ты не можешь взять в этом месяце никаких в работу проектов, потому что у тебя накопилось 20 висящих проектов, и они проснулись, то есть кому-то надо внести какие-то правки. Кто-то посоветовался с бухгалтером, который посоветовал ему перекрасить там кнопку на сайте. То есть и ты вот этим занимаешься, но эти деньги были оплачены тебе в прошлом, в этом месяце ты как бы ничего не зарабатываешь. Большие расходы на команду, где-то перегрузка, то есть мы не можем клиенту сказать, что мы, знаете, загружены, мы там правки внесем через месяц, через два. Мы тратили деньги на привлечение там фрилансеров, когда там штатные специалисты не справлялись. И вот это вот все суммарно, вот огромная ответственность, да. Я не скажу, что она прям супер большая, но тем не менее огромная ответственность, потому что у тебя люди в штате, где надо всем платить зарплату, надо офис. Хорошо, сейчас можно работать без офиса, все привыкли работать как бы на удаленке. Но ты постоянно что-то делаешь, и плюс ты еще постоянно продаешь, занимаешься продажами, общением с клиентом, ведешь ключевых клиентов, потому что боишься, что кто-то отвалится из ключевого клиента, и вы останетесь без денег. И, ну, суммарно, пять лет проработал как бы без отпуска. То есть мысль моя такая, это больше для товарищей, которые вообще присматриваются именно к какому-то агентскому бизнесу, вот классический, который сейчас есть, там делаем сайты, делаем рекламу, делаем еще что-то. 99% людей, которые занимаются этим, они не зарабатывают. Но они зарабатывают, ну, просто вот средние какие-то деньги. И то, чтобы начать зарабатывать 150-200 тысяч в месяц, это не происходит по щелчку пальцев. То есть к этому еще надо прийти. И вот в чем проблема этого всего, когда мы продаем просто услуги. То есть когда мы по факту просто меняем свое время на деньги. Проблема заключается в том, что мы не можем поднять цену. Мы не можем поднять цену в 10 раз, например. Мы не можем снизить качество услуги. То есть если мы продавали там сайты по 50-60 тысяч, я не мог просить за сайт полмиллиона, просто потому что это, ну, выходило бы из рыночной стоимости, и мне надо было бы как-то это обосновывать. Я не мог бы обосновать лендинг за полмиллиона. Понятно, можно дать какие-то гарантии, но тем не менее, когда вы просто оказываете какие-то услуги людям, когда вы просто оказываете им какой-то сервис, то вы так или иначе конкурируете с рынком, где очень много всяких специалистов. То есть даже тот же технический специалист, который продает просто услуги по созданию там автоворонки, мы об этом сегодня будем очень важный момент затрагивать, как правильно это продавать. Он не может просто за услуги, он не может попросить миллион. Но когда клиенту продается результат, миллион попросить можно. Об этом, кстати, мы очень скоро будем говорить. И вот эта вся модель, когда вы просто продаете услуги, ее очень сложно масштабировать. И мы все это вам рассказываем для чего? Для того, чтобы вы не пошли вот тем путем, по которому мы по факту проходили. То есть что я, что Василий. Мы начали примерно, еще не знаю, друг друга в одно и то же время, и сталкивались с одними и теми же проблемами на разных этапах развития своих компаний. И в какой-то момент мне пришла идея попробовать запустить онлайн-школу. У нас накопился достаточно большой опыт по Яндекс.Директу. Это тоже было одно из направлений агентства. И мне пришла идея запустить онлайн-школу, на которой мы, собственно, обучали бы людей. У нас было внутреннее обучение в агентстве, когда мы брали директологов и, собственно, обучали их. И вот тогда все поменялось, потому что я провел несколько вебинаров в течение трех месяцев, с которых заработал 935 тысяч рублей. И параллельно за этот же период времени я в агентстве заработал 400, 450, может быть, тысяч рублей. То есть не так много. И у меня как бы появилось ощущение, что я, наверное, делаю что-то не так. Тут сотрудники офис, куча проектов, продажи, правки, бухгалтерия. А тут вот несколько вебинаров провел. И, конечно, эта идея-то зацепила. Я завел блог параллельно в ВК. И просто в этом блоге начал делиться тем, что я делаю. Вот это тоже как идею можете себе записать, что кто еще не ведет блогов, самый простой способ это делать, это вы просто к чему-то идете, идете к какой-то цели и просто делитесь своим опытом. Сейчас это в текущем виде какие-то скриншоты мы вставили. И я начал писать, просто делиться успехами, которые были в моей школе директологов. И ко мне начали приходить первые клиенты. То есть у меня параллельно было агентство, которое я уже принял решение тогда сворачивать. Я продолжал продавать на вебинарах продукты свои по школе директологов, но ко мне так иначе начали уже обращаться люди. Кто-то там сначала консультации покупали, кто-то попросил помочь упаковать вебинар. И я параллельно начал заниматься также этим. То есть развивать свою школу и, собственно, помогать людям с упаковкой. Ко мне начали приходить клиенты. Сначала это были не очень известные. Потом начали приходить в рамках темы вот именно онлайн-школ. Известные, более известные товарищи. Это Антон Тлума, Саша Чапишко, Михаил Христосенко. Здесь же есть Василий, который я тоже в свое время вынес в категорию там звездных клиентов. И все вот начало меняться, когда я нащупал модель, хорошую модель продаж на вебинарах, потому что я ее внедрял по факту. То есть я брал то, что вот у меня работало. Я ничего не придумал. Ко мне приходил клиент, у меня была проверенная структура вебинара. Ко мне приходил клиент, и я просто помогал ему сделать вебинар по своей структуре. И у всех клиентов начали получаться результаты. Потом какие-то клиенты уже начали переходить в категорию продюсирования. Я начал уже с ними работать за проценты. Вот это все очень сильно поменяло. То есть по факту, благодаря тому, что я нашел одну проверенную рабочую структуру вебинара, я нашел совершенно интуитивно. То есть я провел как чувствую, потом далее проводил, дорабатывал. Но мои вебинары приносили продажи. И в моей школе директологов и у моих клиентов, соответственно, тоже были хорошие результаты. И все это, вот только благодаря этой структуре, все переросло в то, что я сейчас занимаюсь продюсированием проектов, работаю за процент. Очень редко оказываю это что-то в формате услуг, ну, либо за хорошие деньги. И вот на следующем скотчете один из примеров. То есть вот основа, сердце вот этого проекта. Понятно, что здесь есть у нас команда, здесь есть уже там отдел продаж, здесь есть таргетологи. Но все это было бы невозможно, если бы у нас не было хорошего вебинара, на который приходят люди, которые проводят эксперты в этом проекте, и благодаря которому случаются все продажи. То есть этого ничего бы не было. И моя идея здесь достаточно простая, что количество денег, которое вы зарабатываете, оно лежит не в количестве действий, не в количестве ваших знаний, а оно лежит в совершенно другой плоскости. И вот об этом мы сейчас будем говорить. Василий. А, ну, вот это да. Это то, что я рассказывал. Вебинар, структура, которую я в свое время нашел. Куча кейсов. Минимальное время на реализацию. Часть клиентов переходила на продюсирование там и продолжает приходить. Практически все проекты, которые берут на продюсирование, выстреливают, потому что технология обкатана. Все это благодаря одному рабочему решению. Сегодня мы об этом будем тоже очень много говорить. Обязательно все записывайте. Друзья, вот сейчас мы хотим затронуть очень важную, очень важную вещь. Как мы говорили вначале, на рынке, в России, в мире, возьмем Россию, очень много фрилансеров. И сказать, что эти все фрилансеры, они миллионерствуют и зарабатывают какие-то очень хорошие деньги. Язык как бы не поворачивается так говорить, потому что 99,5%, я бы даже сказал, а может и 99,9% фрилансеров, они зарабатывают среднестатистическую зарплату. Именно среднестатистическую зарплату, а не какие-то сверхприбыли. И мы, когда готовили этот интенсив, мы провели такое исследование, посмотрели, пообщались с людьми, посмотрели, кто что делает, сравнили со своими действиями и выявили ту плоскость, в которой нужно работать и какими принципами нужно руководствоваться. Потому что здесь хорошее на самом деле слово именно принципы. Потому что, как мы уже говорили, количество денег, которое вы зарабатываете, оно определяется не уровнем ваших знаний, не количеством действий, которые вы делаете, а именно принципами, которыми вы руководствуетесь. Потому что, как оказалось, большие, вот в нашей сейчас, как в тени мира, большие деньги, они зарабатываются в другой плоскости. Там, допустим, миллионы долларов, вот нам это пока неизвестно, они зарабатываются тоже совершенно в другой плоскости, и там наши технологии как бы здесь не работают. И я хочу об этом сейчас больше поговорить. Василий, можно ли сказать дальше? Да, то есть я сейчас чуть-чуть тебя дополню. По сути, мы как раз сформулировали 5 или 6, я уж не помню, сейчас мы с вами вместе разберемся, ключевых ошибок, по которым, на наш взгляд, как раз 99,9% всех фринансеров недостаточно хорошо зарабатывает или зарабатывает среднестатистическую зарплату. То есть первая из этих ошибок – это, конечно же, когда вы продаете процессы, а не результаты. Это такая очень интересная и важная вещь. Мы не зря поставили ее под первым пунктом. Наверное, если вы хотите с этого вебинара сегодняшнего вынести одну ключевую мысль, то обязательно сфокусируйтесь. Это она. Чаще всего фрилансеры, да и вообще в целом предприниматели, маркетологи считают, что идеальный, ценный, ключевой продукт, то есть то, что вы даете своему клиенту, это какой-то инструмент. То есть это некий процесс. То есть разработаю чат-бота, соберу автоворонку, сделаю посадочную страницу. Это все инструменты, это все процессы, которые, конечно же, можно продавать. Если бы нельзя, то мы бы не видели тысячи различных объявлений на фриланс-биржах примерно в таком ключе. То есть это востребовано. Но при этом это тоже один из видов продуктов, которые очень сложно продать на хороший чек и с хорошей маржой. Потому что есть уже какие-то, как Саша говорил, определенные рыночные понимания цен, сколько стоит та или иная работа, сколько стоит собрать чат-бот. И, конечно, это не тот формат продуктов, который может приносить какие-то хорошие деньги, миллионы рублей, если хотите. Очень часто здесь хорошо можно привести такой пример. То есть в чем ключевая цель любого маркетолога, фрилансера, если он делает какую-то работу для B2B, связанную с продажами, с маркетингом, с интернет-маркетингом? Это, конечно же, привести клиентов. То есть привлечь клиентов в простой аллегории, можно назвать их рыбой. То есть клиент хочет пожарить рыбу, он говорит, ну, можно я куплю у тебя рыбу? А ты ему говоришь, нет, я тебе сейчас продам удочку, этот чат-бот, и ты сам пойдешь с этим чат-ботом, позакидываешься куда-нибудь на соседнее озеро и, возможно, что-то поймаешь. То есть мы, по сути, продаем ему процесс. А клиенту нужна рыба, он хочет вечером с женой пожарить карася и, соответственно, как-то получить готовый результат. А 99% всех фрилансеров, они скорее фокусируются вокруг процессов. И, конечно же, ключевая идея вообще вот этого инсайта, этого слайда в том, что если вы даете клиенту какой-то измеримый результат, который напрямую влияет на деньги в его кассе, то вы сможете очень долго, продуктивно и прибыльно с этим клиентом взаимодействовать. Как я сказал, это может быть где-то прямой результат. То есть с помощью вашей автоворонки, с помощью вашего какого-то механизма вы генерируете клиенту сразу какую-то готовую выручку, прибыль или, возможно, вы будете генерировать ему целевых лидов, которых его отдел продаж будет обрабатывать. Есть разные механики, но, конечно, чем больше определенных зон вы контролируете в бизнесе клиента, тем он от вас больше зависит. По сути, вы в какой-то степени владеете его бизнесом. Давайте я здесь, Василий, прям вот хочется добавить, хочется добавить, о чем вот, ну, самое главное, да, сейчас идет речь о том, что вот СММщики, копирайтеры, сайты-строители, вы не можете же клиенту сказать, что я сделаю лендинг или я напишу тебе тексты за миллион рублей. То есть, ну, вот миллион же вот так можно заработать. Но вы прекрасно понимаете, что если клиент говорит, мне нужны тексты, то, и вы умеете писать эти тексты, то если вы скажете ему, что я вам напишу там за, давайте ниже, за 300 тысяч рублей я вам напишу тексты, наверное, у вас язык даже не повернется это сделать. Ну, потому что вы, как, ну, 2 тысячи за текст, 3 тысячи за текст. Вы сидите, их пишете, таргетологи там, да, или СММщики, которые ведут группы. Я буду публиковать три поста в неделю, мои услуги будут стоить для вас 550 тысяч рублей в месяц. Но согласитесь, что это невозможно. При этом вы же, вот копирайтеры, которые пишут или СММщики, вот он ведет там за 20 тысяч в месяц проект. Ну, сколько можно проектов взять? Ну, 10. Можно, конечно, взять 50, но вы не сможете дать того качества. А чтобы дать того качества, надо нанять сотрудников. И в конечном итоге вы вернетесь к своим 100, 200 тысячам, и то через какое-то время. Деньги лежат немножко в другой плоскости. Когда копирайтер приходит, условно, к клиенту и говорит, я могу сделать так, вот ты сейчас делаешь рассылки, и я могу сделать так, что твой доход будет на полмиллиона в месяц больше стабильно, и мои услуги стоят полмиллиона. Согласитесь, что это уже более интересная сделка для клиента. То есть когда вы говорите с ним именно о конечном результате. Здесь, конечно, многие скажут, что это как я могу клиенту давать результат. Да, в текстах, там, в сайтостроении, возможно, это сделать очень сложно. Но в случае с воронками это сделать намного проще. Вот возьмем людей, которые там собирают уже автоворонки, да, там специалиста по гид-курсу, по сендеру, по сейлботу, бот-хелпу, неважно. Если вы обсуждаете с клиентом именно процесс, что я сделаю вам страницу регистрации на ваш там вебинар, я подготовлю вам комнату, я сделаю рассылки до вебинара, вы не можете попросить за эти услуги какую-то ощутимую стоимость, если это, ну, будет противоречить рыночным ценам. Но если же вы, используя свои навыки, скажете клиенту, что я могу сделать воронку, которая будет окупать там трафик, вы будете вкладывать 100 тысяч, зарабатывать 300, и мои услуги стоят полмиллиона, уже об этом можно поговорить. Понятно, есть нюансы, как это продавать. Мы об этом будем говорить завтра, да, Василий будет показывать примеры своих презентаций, как он продает клиентам именно услуги, потому что у него в этом большой, намного больше опыт там, чем у меня. И вот это основная идея, которую мы сейчас хотим донести, что деньги, большие деньги, они лежат в плоскости не услуг, а в плоскости результатов. Когда вы можете говорить с клиентом на языке результата, вы можете просить намного больше денег. Продолжение следует... Продолжение следует...